Всем привет, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival, продолжаем наше выживание в DLC Genesis. Как помните, в прошлом выпуске мы построили себе дом, приручили прозавра, я хотел за кадром пофармить, и я пофармил. Я так пофармил, что у меня сейчас 18 уровень, но есть маленькая проблема, я за это время умер раз в 15. Мы с вами находимся где-то, ну, мы сейчас там в правом нижнем углу, а дом находится где-то в центре. И нам нужно сейчас отсюда дойти туда. Я тут несколько раз пытался это сделать, это очень веселое занятие на самом деле. Это действительно так. Я несколько раз пытался это сделать, несколько раз погибал в разных местах от разных существ, потому что заспаунились и спинозавры, и рапторы, и диадоны, и огромное количество этих жуков, огромное количество роев, я пытался роя отогнать при помощи факела, ничего не помогает. Сейчас я заспаунился еще раз, и хочу просто немножечко другим путем туда прийти, а именно прийти через то, что я сейчас здесь создаю себе новый лук, и мы с вами туда отправимся. Сегодня у нас с вами будет путешествие домой, потому что по-другому у меня просто не получается. Так, делаем с вами кирку. Здесь-то вот вроде как бы безопасно, и я не понимаю, почему Хелена после смерти меня постоянно упорно закидывает сюда, в эту точку, в правый нижний угол, а не туда, к моему дому. Я говорю, ну, 10 точно смертей было, а то и больше. То есть, здесь еще территория усеяна моими трупами, в которых луки, стрелы, кожа, безумное количество всяких разных ресурсов, и все это на самом деле мне сейчас придется восстанавливать. Но в первую очередь, я сейчас вот, вот сейчас я очень удачно заспаунился, и думаю, а может быть здесь поселиться? Хотя, нет, ладно, вернемся к нашему дому. А я на самом деле хочу просто сейчас завалить вот этих фиомий, прозавриков, ой, вот зачем я это сейчас увидел? Не согрелся, нет? Ну, слава богу. Здесь этих жуков просто до жопы, вот, ну, серьезно. Их просто какое-то дичайшее количество, я первый раз в таком количестве их вижу. Вот, камушек, отлично. Делаем с вами топорик. Нам нужно больше кремния. У меня в каком-то из трупов, на самом деле, порядка, сколько? Наверное, порядка 20 металла, что-то типа того. И это все где-то там валяется, на просторах. Я даже найти теперь это, наверное, не смогу, потому что это в сумках, сумки валяются где-то в траве, то есть, сами все понимаете, найти это будет чертовски сложно. Так, у нас с вами 37,59, волокно солома. Ну, на самом деле, нужно еще немножко подсобрать, чтобы сделать как раз стрелы. Найти себе какого-нибудь низкоуровневого противника, быстренько его загасить, получить кожу. Таким образом, естественно, мы с вами по-быстрому сможем сделать болосы, останавливать других и забивать. Вон там терчик летает, здесь птеры есть. Зараза, еще шумы такие, такое ощущение, что у меня там, не знаю, собака сверху через батарею лает. Так, кто у меня здесь? Вон там как раз паразавр. Я хотел сделать какой-то звук справа, был нехороший. А это всего лишь москопс. Здесь еще ужасные птицы есть, рапторы есть. В общем, все подряд. И все очень агрессивные, и все хотят меня скушать. Так, мне нужно немножечко побольше сейчас кремния. Кстати, вот эти маленькие камушки, они как вот речные камни, дают очень много металла. Так что их можно спокойно формить и добывать с них металл, хотя бы по одному кусочку. То есть буквально там 12 камней заформил, ну или там чуть больше. И таким образом получилось все нужное количество. Я, наверное, все-таки загашу для начала тебя, потому что ты очень, очень медленный. Давай, еще 25 стрел. Сделаем это добро. Нужно сделать броню. И потому что у меня сейчас уже какой-то уровень был 18-й. Скорее всего, мы даже скоро уже кожаную сможем делать. А, нет, кожаную вот здесь вот, понятно. До кожаной еще довольно-таки далеко. Ладно, бог с ним. Погнали. Самое главное забить, чтобы он не убежал с жуком, каким-нибудь крою не убежал. Давай. 20 уровень, это маленький. Есть. Наконец-то. Стрелы собираем. Прям реально, наконец-то, потому что я вот это вот запарился делать. Уже не в первый раз это повторяется. Так, хорошо. Болос мы не можем сделать, потому что, скорее всего, не хватает либо камня, либо еще чего-то. Сейчас немножко соломы. Еще немного. А, я волокно всего потратил, все правильно. Вот как раз камень у нас был, нет? Показалось. Темно, блин. Кстати, сейчас уже идет какой? Третий день. То есть я целый день здесь бегаю 2 часа. 2 часа я здесь умираю натурально. В общем, я не знаю, как так вышло. Пошел фармить, увлекся, умер. Откинул черт знает куда. Пытался достать труп, умер. Пытался достать труп, умер. Полностью заблудился и меня стал выкидывать вот сюда. Это просто трындец. Ну, как вы видите, я там поставил как раз отметку. Беленький мосхопс. Может, это тоже низкоурумивый? Пожалуйста, давай. Вот это же менее приятно. Еще здесь фиомия, паразавр. Ладно, 55-го завалим как-нибудь. Нужно побольше выносливость, кстати, прокачать, потому что с выносливостью проблемы. Я очень серьезно вкачал скорость, чтобы можно было от рапторов убегать. А вот про выносливость я забыл. Нормально, кровь пошла. Давай, браток, давай, давай, отъезжай. Есть, хорошо. Так, это уже на самом деле обнадеживает. Мы с вами, если сможем дойти до дома, если сможем его найти, то сделаем себе постель. 145-я фиомия. Нет, фиомию бить, наверное, не будем, потому что она очень толстая. А вот паразавра забьем. Ох, мне даже не начинать идти не хочется. Мне просто, ну, я уже на самом деле ходил, мне страшно. Даже не то, что страшно. Я даже не знаю, получится это сделать или нет. Давай, все отлично. Что-то я их на самом деле жалел, нужно было сразу так быстро стрелять. Кожа, сырое мясо, кожа у нас 93. Можно сейчас быстренько сделать полный комплект. Нельзя, волокна нету. Хорошо, нужно собрать. Ну что, волокна подфармил. Давайте попытаемся все-таки сделать себе броню. Ну, то есть мне нужны сейчас как раз штаны, ботинки, перчатки. Все остальное у меня есть. Плюс еще один уровень. Вкачиваем выносливость. Того 19-й. На следующем уровне, кстати, мы с вами сможем уже делать транквилизирующие стрелы. И вот как так вышло, что я раскачался до этого уровня, я сам не понимаю. Просто шел, пытался дойти на самом деле домой. Нам нужно идти в том направлении. Да, ладно, пошли потихоньку. Кстати, можно на самом деле подожди. Сделать немножечко стрел побольше. Кремния нету. И нужно обязательно сделать копья точно. Потому что у меня были проблемы как раз с мухами и с жуками точнее. Из-за того, что не было копий. Вон, жук справа висит. Ну что, мы с вами укомплектовались. Погнали потихоньку. Я надеюсь, что дойдем. Что, честно говоря, не факт. И нужно внимательно следить за выносливостью. Потому что вот это самая большая проблема. Заканчивается, привет. Опять рой. Их здесь очень много, этих роев. Поэтому, что с ними делать, пока что без понятия. Может быть, просто убегать. Может быть, нужен реплент от насекомых, как вариант. Скорее всего, так и есть. Я бы на самом деле сейчас... О, карнотавр. Я бы на самом деле сейчас еще нашел бы прозавриков. Там, не знаю. Кого угодно. Главное, низкоуровневых. Так, чтобы можно было по-быстрому забивать и собирать кожу. Здесь какие-то провалы. Тихо. Внимательно. А внизу жуки. Так, ладно, хорошо. Я дошел куда-то, где еще раньше не был. Я здесь, видимо, понизу проходил. Красиво тут у вас. Мне прям нравится. Кстати, здесь есть места, где выплескивается снотворный газ. И там долго находиться нельзя. Потому что ты умрешь. Плюс, точнее, уснешь. А также я нашел парочку локаций, где нужно выполнять какие-то задания. Одно из заданий я случайно выполнил. Просто какая-то точка была. Я подошел. Там, типа, что-то за глюк был. Там так и написано. Глюк. Ты подходишь, исправляешь глюк и все. А хексагоны получил я или нет, это можно проверить. Тысяча хексагонов за это. Вы не выполнили эту миссию еще? Экскорт очаровательная лягушка. Как он пытается найти свой путь безопасности на фоне бесчисленных опасностей в мире. Что? А, эта миссия просто доступна. Но я ее не выполняю. Ладно, пошли вперед. Я, наверное, в первый раз за долгое-долгое время реально заблудился в Аркс Рувайвл. То, что я там попадал в песчаные бури, это ничто. Потому что буря заканчивается. Ты понимаешь, где ты находишься. И спокойно приходишь к тому месту, куда тебе нужно. Здесь же из-за того, что все это новое, неизведанное. Из-за того, что ты как бы вообще ничего не узнаешь. Эту местность не узнаешь. Я даже не знаю толком, где дом находится. Потому что у нас с вами на тот момент просто не было, ну, как бы отметки на карте. А здесь у нас кристаллы. Вот здесь вот. Нужно запомнить. Местность в чем-то очень сильно напоминает аберрацию. Потому что здесь всегда пасмурно. Здесь, ну, почти все время льет дождь. Из-за этого очень-очень пасмурно. Так. Спокойно, 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 спокойно. На этот случай у меня есть копье. Нету копья. Но есть второе копье. Сейчас же приползут. Да, приползут. Но это, в принципе, ползет в 20 уровень. Это хорошо. Топижара. Хорошо. Топижара здесь тоже есть, я понял. Ну, почти 20. Так, давайте отдохнем. Посмотрим, где мы находимся. Даже еще полпути не прошли. Мне кажется, наверху, вот там вот здесь ленка заканчивается. Где-то там наш дом. Но вот здесь вот, где-то на этом острове были рапторы. Так что нужно быть прям очень аккуратным. У меня сейчас два болоса. Я надеюсь, мне этого хватит. Корнотауэр. Масхопс. Куда мне идти, а? Пойдем сюда. Плюс самое обидное, я даже никаких ориентиров себе не запомнил. Масхопс, 15-й, шикарно. Давай, забиваем. Я слышу где-то жуков, но надеюсь, не приползут. С болосами это супер просто. Мы почему-то идем в горку, я сейчас не очень понял. Почему? Потому что не туда иду. Тихо. Ну. Зараза. Она маленькая, это хорошо. Вот это точно 20-й уровень. Так. Ладно. Так забьем. Да брось. Ну давай. Добить нужно. Есть, хорошо. Только не промахивайся. Стрела заканчивается. Вот это, блин, нежданчик. Так нежданчик. Ладно, с этим справились. Сейчас нужно отличиться. Давай хотя бы ягоды поедим, не знаю. Вообще, вот эта дорога домой, это совершенно было необязательно. Можно было себе построить что-нибудь и там. По новой. Но, это просто приключение, и это интересно. Именно поэтому я это сейчас делаю. Все, хорошо. Давай на самом деле сейчас подсоберем немножко, сейчас, не знаю, солому там, волокна. Сделаем еще стрел, потому что стрел мало. Ну что, продолжаем потихонечку ползти вперед. Эти, блин, опять. Эта мелочь согрелась. Вот так вот на самом деле бежишь от них, бежишь, бежишь, бежишь. И в итоге влетаешь в неприятности. Кто был? Видимо, москопс, наверное, да? Тихо. А вот и неприятности. Неприятности вот здесь вот общайтесь. Отогрелся, да, все хорошо. Фух. Выносливость. Давай восстановим. И на самом деле немножко прокачаем. А что произошло? А ты кто? Атака, бороться и бежать. Шанс спастись. 12 процентов. Смотри на дереве, гад. У меня хана нет? О, блин. Ха-ха-ха-ха-ха. Зараза такая. Я эту заразу знаю. Блин. Фишка в том, что он у тебя может быть на спине. Ты при помощи него можешь вот так вот хвататься зляно и очень быстро путешествовать. Я его видел в заставке где-то. Но вот прямо сейчас я это проверять не хочу. Прямо сейчас задача дойти до дома. Я куда вообще иду? Туда. Туда, куда нужно. Значит, идем. Я очень сильно надеюсь, что ни води на меня не агрится. Хотя, судя по звуку, зря я на это рассчитываю. Кислород. Но вроде система ничего не написала, да? То есть мы просто спокойно проплыли и нас даже не заметили. Все хорошо. Вот узнали, как с ними бороться. А на ветвях этих деревьев живут как раз эти гады. Будем знать. Будем знать. Хорошо. Это было неожиданно сейчас. Да что ж они далеко-то видят меня, а? Ведь все равно, на самом деле, убить почти не могут. Они наносят очень мало урона там змея. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай-давай. Спастись. Спастись. Бороться. Да ну нафиг. Бороться и бежать. Ах ты мразь. Что он делает? Жрет меня. Мне хана. Я чуть-чуть не дошел. Это прям очень сложно. Елена, не говори, что ты меня выкинешь сейчас в том же месте. Где это я? Нет, ну не совсем там. Это хорошо. Кстати, это та башня, которую я видел. И спинозавр. Эту башню я видел. И нам на самом деле отсюда вот так вот если наискось. Ладно, побежали. Там что-то шлепает. Что-то хлюпает. Я не хочу узнавать что. Да уж, неприятный зверушка. Даже если мы сейчас вернемся домой без вещей, вообще наплевать. Самое главное это просто сориентироваться, где этот дом находится. Потому что я вообще не знаю. Приручается. Возможно там детеныш нужен, может быть еще что-то. Но понимаете. Информации пока что ноль. Хотя скорее всего уже кто-то даже этим занялся. Призвал. Посмотрел, записал. Я уверен, что кто-то это сделал. Мне просто интересно, ну как бы в процессе выживания это понять. Узнать. Призывать это можно в любой момент. Так. Ну мы просто наискось бежим. Вот туда. Я надеюсь дойдем. Мы почти на месте. Полетели, полетели. Бегом. Давай. Оу. Черт. Фу. Да уж. Вот бы сейчас только помереть не хватало. Здесь могу подняться, да? Давай, да, да, давай, давай. Идите вы нафиг. Тихо. Аккуратно. Я могу по корням пройти? Могу. Шикардос. Давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Главное не разбиться, не убиться. Живем. Я думаю мы рядом с домом. Да по-любому где-то здесь. Я прям конкретно уверен, что мы жили где-то на этих болотах. Но зоны миссии я не помню. Ладно, будем идти вперед. Может быть я просто дальше жил за этой штукенцей. Здесь опять этот водопад. Блин, я бы тебя на самом деле завалил бы сейчас, но... Да, 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 я знаю, нужно валить отсюда самому. Вау, тихо. Что здесь творится? Так, постройки. Они отстали, как думаешь? Я надеюсь, что да. Мы сейчас отсюда с краю сможем увидеть, что там внизу происходит. Понятно, это... Это этот самый, как его, обелиск. Все ясно. Да, еще и присвистнули. Так, ладно, подожди. Есть у меня такое ощущение, что жил я где-то тогда на краю биома, значит. Потому что... Вот там были как раз... Там было большое количество озер. Вот здесь вот где-то. За этим деревом. Там этой перецепившейся штуки нету. Мы сейчас опять сдохнем. У него самая большая проблема, то что он затаскивает тебя на высоту и дальше... Ну, Карна... Тихо. Сторонкой. Сторонкой. Бачком. Бачком, бачком. Я хотел куда-то туда пройти. Вроде... Я нашел дом. Черт побери, я его нашел. Обалдеть, наконец-то. Вон мой паразавр. И у меня это заняло всего-навсего 3 часа. Я просто в это не верю. Что у нас происходит по времени? Уже М21, понятный, вечер третьего дня. Жесть. Нужно собрать сейчас древесину, солому и начинать фармить. Ну, то есть, заниматься тем, чем я планировал заниматься в прошлый раз. Но в этот раз нужно постараться в этом преуспеть. И особо далеко не забираться, чтобы не умереть. Но самое главное, что теперь я точно знаю, где находится мой дом. Где-то, так скажем, 58 на 60. Больше я его не потеряю. Ну что ж, я за кадром форманул камень. Еще кожу форманул. То есть, вернул все то, что у нас с вами было. Сделал плавилку. Сейчас у нас плавится потихонечку металл. Рядом с домом здесь, если не ошибаюсь, ходит и гонодон. Но мы его с вами не будем приручать. Мы его просто-напросто сейчас забьем. Кстати, постель. Это прям самое главное. Ну и нужно улучшать дом, потому что, сами видите, все посломенное. Нам тот же Карнатавру все это дело снесет в три удара. И так же я выучил сейчас большую раму. Вот такую вот. И большие ворота. Нужно будет, естественно, нафармить все это сделать. Опять же, это кожа, мясо, опыт. Все подряд. Плюс забивается он очень быстро. Есть, хорошо. Ну что ж, таким образом мы с вами можем сделать раму. Здесь немножко древесины не хватает. Да уж. Процесс этот восхитительно долгий. Я надеюсь, что все получится. Да вообще идеально, мне кажется. Так и так. Открывается. И я здесь забраться не могу. Шикарно. Мы поставим рамку. Мы просто поставим рамку и все будет хорошо. На рамку нужно совсем чуть-чуть древесины. И тут у меня гости. У меня тут недалеко как раз пчерчик летает. Я не знаю, смогу я усыпить или нет. Очень сильно надеюсь, что смогу. Но, естественно, мне для этого сейчас понадобится, ну, буквально чуть-чуть поформить на паразавре. Давайте сделаем рамку. Это у нас с вами где-то тут. Вот она. Дальше фармим немножко травы. Ну как травы? Нам нужны наркобери. Вот именно для этого я его и приручал. Ну-ка. Все отлично, мы внутри. Давай, закрываем ворота. Я хочу сделать ступку и пестик. Правда, скорее всего, у меня не хватает ресурсов. А, у меня камней немножко не хватает. Так это ж ерунда, это я сейчас соберу. Домик нужно будет, естественно, расширить, потому что, ну, это просто не дело. Так, мы сейчас собрали ресурсы, необходимые на ступку и пестик. Так, протухшее мясо. У меня всего два куска. Тут это досадно. Подожди. Наверное, знаешь, где есть еще? Вот здесь вот. Здесь еще два. Того четыре. Блин. Бешеное количество. На самом деле, я надеюсь, что мне этого хватит, потому что обычно на птеров много стрел-то и не нужно. Делаем с вами наркотики. Ну, естественно, у нас с вами сейчас нет нужного уровня, чтобы сделать седло. Седло на 38 уровне, у меня 24. Но если у нас просто появится этот птер, это уже будет хорошо. Вот только куда он делся, я, честно говоря, не знаю. Так, птер куда-то улетел, я его найти не смог. Но все-таки я предлагаю поставить такой заключительный штрих. Нам с вами нужно сделать верстак. Ну и у нас наконец-то появляется хотя бы кирка. То есть теперь при помощи нее можно нормально собирать ресурсы, можно нормально собирать металл. Где он здесь находится, я знаю. Но отправимся мы с вами за ним в следующем выпуске. Пока что все хорошо, хоть я сегодня и очень много раз умер. У нас появилась постель, у нас появились инструменты металлические. Паразавр по-прежнему жив. В следующем выпуске отправляемся за металлом. На этом пока что все. Если вам понравилось наше приключение, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok